Девушки отдыхают Сегодня буст, потому что вторник, это можно сказать, тоже идет как мини-буст, где-то притормаживается это все со среды, среда, четверг, пятница, это уже конкретные, как говорится, устоявшиеся места, а сейчас есть шанс все-таки немножко вырваться, поэтому идем на арену, смотрим, видишь, Лига Самураев, ребята, сбросили меня, а времени-то прошло, шиш-день-шиша, ну, грубо говоря, где-то около 10 часов, за 10 часов меня, ребята, сбросили, причем очень круто. Это с лиги-то Сёгунов, три звезды. Делая выводы, так, начнем, наверное, пока своими силами, потому что видишь уровень 50-й, 49-й, я думаю, что мы должны здесь справиться, но если сфейлимся, я буду очень-очень зол, но будем надеяться, что все-таки справимся. Так, ну что, начнем, пожалуй-ка мы, ага, мы начнем, естественно, майки вражеские, потому что инициатива у него офигенная, ну, а дальше мы начнем с Бакстера Мухи. Пумс, как видишь, не ушатали, этот снимает дебафы, которых и не было, в принципе, но, насколько я помню, он еще дает инициативу, благодаря вот этому. Бросим гранату, на тебе. Так, Муху я все равно добью. Хотя можно было ее и не трогать, у него уже все равно, этого нету, бафа, да, на лечение, но я добью. Блин, видишь, как тяжело пробиваем мы противников, очень тяжело. Давай-ка замедляху, наверное, сделаем. Возможно, зря я на крипа это все повесил. Майки, давай, наверное, вот так вот сделаем. Хотя лучше нейтрализатора надо было валить. У него массовая атака, ну, давай, Бибоп. Тыдич, не пробил, не пробил, ребята. Так, ладно, хорошо, минус майки. Лечилку пока мы с тобой тратить не будем, пригодится она нам в дальнейшем. Так, я и провел неплохо. Вот здесь вот как раз нам лечение и понадобится. Так, залечим крипа, малька. Шикарненько. Свои батаранги тут пускает, как этот. Ну, Бартани его. Прекрасно, мы еще и замедлили. Ну-ка, ножами. Шурк. Все равно живет. Все равно живет. Рафаэль Космос, как красиво ты сделал. Ушатал ты его. Вот об этом, ребята, я вам и говорю. Ты посмотри, у них уровень 49, они меня слабее. А как тяжело нам приходится их разбирать. Так что на равных, когда делешься тут, вообще, ребята, шансов нету. Все. А, пупеть. Как они нас разбирают и как мы. Небо и земля. Фу, ну, главное, победили. И вот впредь, как бы, не особо рекомендуется рисковать. Но, зато мы с тобой вернулись в Лигу Сегунов. Это уже радует. Надо опять вернуться на свое прежнее место. Это Лига Сегунов 3 звезды. Начнем. Мы можем с тобой взять помощь, но не такую крутую. Ну, например, здесь можно взять, например, Шреддеры. Шреддер 70 уровня и будет он, например, отыгрывать вот этих вот ребят. Опять же Хан. Хотя Шреддер по инициативе должен переплюнуть Хана. Но это не точно. Сейчас проверим. Ты гляди-ка, мы переплевываем, ребят. Тыч. Но не роняем никого. И вот тут начинается расколбас. Так, секундочку, секундочку, секундочку. Вот этого, наверное, нашваркнем с тобой. Ага. Бросим баллончик. Мондагека, давай. Круто. Заблокируем, да? Способность. Тогда Роквелл. Ой, что я делаю-то? Какое ускорение? Блин, я думал, что ягодку кинем. Молодец. О, массовая атака. Давай, не подведи меня. Круто. Круто. Да, ну что могу сказать. Донни красавчик. Он же еще и повесил постепенно урон на того самого Донателло. Вражеского фильм. Который впоследствии и скончался. Так, у нас с тобой какая позиция? 72-я. 72-я. Битвы, друзья мои, еще не заканчиваются. Наоборот, в самом-самом соку. Возьму-ка я здесь карайку. Раз, два, три, четыре. Опасно. Очень опасно. Особенно здесь 55-й. Очень напрягают меня два майки. Которых здесь есть. Один хиллер, другой бафер. Но карайка вряд ли тут, конечно, всех завалит. И вот теперь начнется. Этот усиление делает. Угу. Донни, Донни, Донни. Блин. Ну вот и все, ребята. У нас есть хоть что-нибудь? У нас только есть, по-моему, с тобой иммунитет. А чтобы не повесили на нас дебаф. Давай тогда повесим щиты дополнительные на нас. Хоть что-то. Хоть как-то выжить нам. Да, ты посмотри. Хмыр, что делает? Тоже на себя иммунку повесил. Ну, дрон, давай. Слабо. Кого тут надо бомбить-то? Я не знаю. Наверное, кроликов. В первую-то очередь. Фиг ты их пробьешь теперь. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, Донни потеряли мы с вами. Иммунка. Ты смотри, что вытворяет, а. На 70-й уровень. Ребята, наезжай. Ты прикинь. Вот. Вот тебе итог. Вот тебе итог. Начинают бомбить и практически ребята ушатывают. Да, лихо-лихо, конечно, мы тут начали. Давай хоть копьем уничтожим, я не знаю. Ну-ка, стрельни разочек. Разочек. На, теперь получи огнеметом. Еще и постепенный урон повесили. Карайка, почему ты такая слабая? Вот объясни мне. А? Почему ты такая слабая? У нас висит уклонение на всех. И понимаешь, это уклонение не срабатывает. Они сейчас этого рукстей. Успеем, если то повезет. Не успеем, иначе рукстей, наверное, упадет. Должны успеть. Ну, до Нателла фильм потеряли. Какой же он аватник оказался. Ё-процет. Ну, опять же, это не его вина, ребят. Он не прокачанный. И на Карайку на одну было полагаться, скорее всего, глупо. Брать ее в отряд. На что-то там надеяться. Не, я, конечно, понимаю, что она имеет массовую атаку. Но не настолько, чтобы всех победить сразу же. Ладно. Была моя ошибка. Ну, таких тоже, брать, ребята, супер-пупер элитных. Ну, как бы это будет супер зашклад. Давай вот так вот возьмем твой. Два семидесятника. Тут Паукус и Змейковьен. Они-то, знаю, победят. Особенно Змейковьен любит из них веревки вить. А Паукус, естественно, в паутинку всех запутывать. Ну что, проверочка. Начнем с паутинки, конечно же. Опа. Ты посмотри, как красиво. И тут же еще понижение атаки. Они ослеплены. Ну и все. Все, ребята. Два семидесятника, естественно, ушатывают практически всю вражескую команду. Он хоть был слепой, но все равно попал. Вот. Это я пока не беру самых топовых и элитных бойцов к себе в команду. Типа Шреддера, Усаги, там, Бакстера и так далее. Просто средним звеном пробиваемся. Про равных еще раз говорю, ребята. Даже разговор не заводите, что играй на равных. Видел, какой итог. Итог. Мы полностью просто валяемся разобранными. Поэтому лучше аккуратненько, аккуратненько, потихонечку, не спешая, и все у нас получится. Так, здесь возьму, наверное, Шархана. Змею Карай. И вот этих. Хотя по уровню, если посмотреть, ребята, они нас уже переплевывают. 56-й. То есть нам в любом случае взять, конечно же, Шреддера лучше бы, да? И со Шреддером уже отыгрывать все эти... Всех наших слабых персонажей, так скажем. О, минус двоечка. Замечательно. Твою налево, ты даже Монда Гека не мог... Вот. Красавец. Ой, Донни. Майки. Так, давай, наверное, сделаем с тобой вот этот вот кувырок. Чего? Чего? Это из-за уклонения, что ли, получилось такое, или чё? Ну-ка. Нашинковали красиво. Слэш, ну, попади. Молодец. Да, друзья мои, видимо, из-за того, что на них висело уклонение, мы не смогли их пробить. То есть Кужеголовый как бы сделал свой кувырок. Массовый такой, но... Эффекта не было. Выхлоп ноль. Так, восьмая позиция. Продолжаем наши баталии. Да дайте мне уже 15-20. Хороший уже всё 15-19-й совать мне. Здесь я возьму, наверное, Джастина и Ваньку. Джастин и Ванька. Так. Бибоп. Крэнк. Роксиди. Ну, тут понятное дело. Ванюша. Да, Джастин. Ну, я больше делаю, конечно, ставку на Ваньку, потому что Ванёк... Он и в Африке Ванёк. Он гранат... Смотри, Харайка-то тут 57-го уровня переплюнула. И Ваньку. Майки тоже переплюнут. И Ваньку, и Джастина. Ха. Как тебе такой итог? Ну что, поцелуйся с гранатомётом. Вот и всё. Вот и выпендрёшь их, на этом закончился. Инициатива дофигища. Селёнок было маловато. Да, даже не селёнок, а защиты. Ну что, ребята. Сёгун две звезды. Поздравляем, вы вернулись. 85-я позиция. И продолжаем наши битвы. Возьму Дони. Так, Усаги, отдохни пока. И... Давай Сплинтера возьмём. Дони и Сплинтер. Сплинтер здесь, ребята, идёт как... Баффер. Он что здесь, что в безумных мутантах, он идёт как баффер почему-то. Хотя, Мастер Сплинтер называется. Хорошо, Дони тут устроил. Молодец, красавчик. Минус Макман. И, наверное, добьём этих сразу двоих. Да, Майки? Красиво. Красиво он сделал. Защита от воздействия. Что это за... Такой бафф. Защита от воздействия. От какого воздействия, ещё непонятно. Так, с 85-й позиции мы переходим на 65-ю. То есть 20 ступенек мы пролетели. Окей. Так, обновить. Вы дадите мне 15-21. О, 16-21. Вполне устраивает. Беру Усаги. Одного. Раз, два, три, четыре. Погнали. Ну, как ты уже догадался, да? Усаги сейчас, естественно, их всех прикокошит. С помощью своей супервертушки. Давай-давай, родной. Тыч. А кого не догакошили, тебе подгибнут от постепенного урона, да? Давай, брось. Брось эту каку. Красиво. Блин, мне так хочется у Леонарда Ведения прокачать вот эту вот бутылочку, которая запрещает хиляться и в то же время наносит офигенный урон. Это только первый уровень у него. Я боюсь, там на шестом уровне, наверное, будет топово бомбить. Тем не менее, 39-е место. Давай-ка мне 16-21. Вот, спасибо. Ну что, возьмем здесь Лео. Раз, два, три, четыре. Ты понимаешь, да, почему я делаю? Потому что они уже нас давно перегнали. Уже 61-62 уровень. А мне полтинников уже по-другому никак не отыграть. Вот только и приходится с помощью наших топовых бойцов это делать. Давай, Леонарда. Шварка их всех сразу же. Хватит силенок у тебя. Еще бы. Еще бы у Леонарда не хватило бы силенок здесь завалить их всех. Тем более на этом-то уровне. Завалил, даже не поморщился. Вот так вот. Так, ну что, двигаемся дальше. Смотрим, какая там 15-я, да? 21-я. Что-то маловато дали. Ну, хорош уже 15-20-я-то влуплять. Сколько уже можно? Как это? Как попрошайка? Выклянчиваешь у них постоянно. Так, Армагоши. Раз, два, три, четыре. Ну, Армагоши. Там, я не помню, до 65-го уровня, по-моему, вплоть. Всех разносит своим валуном. Я надеюсь, что здесь то же самое получится. Хотя, могут быть и небольшие косички. Он может кого-то не добить. В основном, это Донателло, да? Или еще кто-нибудь, у кого есть усиленная, так сказать, врожденная усиленная защита. Ну, а пока все хорошо. Ну, вот. Вот, ребята, вам итог. Лига Сегунов, три звездочки. Я тебе говорил, что это мини-буст. Вот он и показывает себя во всей красе. Берем Шредера. Раз, два, три, четыре. Шредера здесь взял, потому что против нас выставили майки. И нам нужно этого майки, как всегда, быстренько-быстренько наказать. И Супер Шредера это очень делает хорошо. Замечательно. Вообще, на изи проходим. Но зато элитные бойцы у нас практически закончились. Ну, я думаю, до Лиги Мастеров две звезды, наверное, дойдем. Хватит, наверное, у нас бойцов-то. Так, берем Бакстера. Твою налево. Это опасно, ребята. Нет, 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 Макман, подожди. Зека возьму. То есть, Зек бросит бомбочку. Надеюсь, на замедляху на его. А уже Бакстер Стокман после этого, естественно, сделает свой суперудар. Только в этом случае будет все козырно. Угу. Вот, 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 вот. Об этом я и говорил, ребята. Все. А так бы Бакстер Стокман, наверное, вряд ли бы смог победить. Он бы сделал волну. Он бы не убил бы никого. Повесил бы, возможно, постепенно урон. Но все равно кто-нибудь врезал бы нашим. Так, и 55-я позиция. Так, 16-22. Что, берем Рафаэля, Майки, Железноголового. Вот такая у нас пойдет команда. Не самых уберов, но тем не менее. Фьюх. Делаем уклонение. Уклонение нам поможет. Это 50% того, что уже победа, ребята, будет за нами. Мы даже не будем брать здесь с вами провокацию. Она просто ни к чему. А вот на Рафаэля возьмем. Почему, ребят? Потому что каждый атакующий его противник, он будет получать контратаку. И можно еще сделать, наверное, проникающий на Бакстера Стокмана. Отлично. Он вырубился сразу же. Так, минус Бибов. Выбрасываем с тобой ракеты. Так, секунду. Минус Лео. Я так понимаю, минус Дони, да? А этот... Этому тоже, скорее всего, хана. Все, ребята. Вот, опять же, повторяю. За счет Рафаэля. Рафаэля ставишь провокацию, и он обязательно начинает контратаки делать. А эти контратаки для наших противников, естественно, смертоносные. И переходим с тобой на 35-ю позицию. Буквально еще, наверное, два поединка, и будет у нас топчик. Хотелось бы получить 16-22. Но, скорее всего, не дадут, да? Дают 16-21. Это максималка, которая у нас выходит. Не, ребята, не дают. Все-таки дали. Но, опять же, здесь майки, поэтому, извините, я возьму здесь Супер Шреддера. И не только Супер Шреддера. Еще к нему возьму и Леонардо. Потому что Супер Шреддер один не справится. Хотя, кто его знает, вдруг справится. Давай посмотрим. Сейчас вот он сделает удар, и мы посмотрим, завалит ли он всех их или же нет. Делает свой Супер Удар с шипами. Да, можно было бы, конечно, и одним. Но тут риски. Риски, ребята. Я просто оцениваю риски и, соответственно, перестраховываюсь. Ну, подумаешь, потратил один откат. У нас их все равно 32 штуки. Так, ну что, 15-я или какая-то 14-я позиция? Мы с тобой, опять же, попробуем найти 16-22. Уже нашли. Берем Супер Шреддера. Раз, два, три, четыре. Попробуем сейчас с одним Супер Шреддером, ну, так сказать, провести такую же Супер Атаку. И сейчас вот, мне кажется, нифига у нас не получится. Ну, проверим. 68-й уровень противников. Круто. Круто, ребята, то, что они все получили постепенно урон. То есть, они не жильцы в любом случае, даже если мы не сможем их тут уничтожить. Ну, ты сам видел. Замечательно. Значит, Супер Шреддер все-таки до 70-го уровня. Вполне, вполне боеспособный, да? То есть, он может отпор давать и в соло. Ну, а мы с тобой перешли в Лигу Мастеров. А я хочу дойти до Лиги Мастеров 2 звезды. Ну, попытаться, по крайней мере. Давай возьмем, опять же, Супер Шреддера. Что-то, мне кажется, не хватит у меня бойцов, ребят, к сожалению. Как бы я хочу постараться, да? Ну, здесь уже больше не от меня зависит и не от моих бойцов. От того, что сколько их. То есть, в их количестве. Ну-ка, давай проверим. Супер Шреддер. Как всегда, великолепен. Единственное, что вот тут вот надо как-то нам уничтожить. Постепенку повесим на него. Еее. Ха-ха. Ну, сам видишь итоги. Постепенный урон это вообще, ребята, имба. Как по мне. Это самый лучший дебаф, который можно повесить. Это именно постепенный урон. Даже не ослабление там атаки или ослабление защиты. А именно постепеночка. Так, перейдем с тобой на 70-ю позицию, скорее всего. 74-я. Да, не хватит. Чуть-чуть. Ну, не хватит, ребята, и не хватит. Ну, что поделаешь. Мы же не можем с тобой все это предугадывать. Раз, два, три, четыре. Остается у нас один с тобой Тимати. Как говорится, не при делах. Ну, пускай он так и остается. Мы его трогать не будем. Просто незачем нам его, ребята, активировать. Ради одного Тимати тратить кучу откатов. Оно того не стоит. Ну-ка, давай, Донни. Свой супер-мега-удар. Ты дыч. Ну, и сплинтер должен одуплиться. Все. Все, ребята. Как бы, по идее, на сегодня у нас и все получается. Делать-то нам больше и нечего. Единственное, что ежедневки сейчас сделаем. А местечко у нас с тобой 55-е. Жаль, конечно, да, что мы не добрались. Ну, всякое бывает. Так, Рафельчик, дай-ка я у тебя вот эту вот длинка уберу. Все. Значит так, задание. Серию испытаний. Пойдем пробежимся. Ага. Вот мы с тобой переходим на второй, ребята, круг. Так, давай-ка, наверное, вот так сделаем. На второй круг. Этот второй круг у нас идет как отсчет до кренга. То есть, основной. Опять, как вы, вот, как вы шпана 80-го уровня по инициативе у меня приплевываете? Даже моих сотых уровней. Я не, я не пойму этого. Какого фига? Они еще и по два раза даже успевают сходить. Ничего себе. Молодцы. Ты гляди-ка, я... Донати получите. Вы достали уже. Мы этого пробьем. Отлично. Проникающий подбил. На тебе. Ну, действительно, что-то по инициативе они вообще, ребята, переплевывают нас. Это уже ни в какие ворота не идет. Ну, а вот и шреддер. Классический. Давай, выходи уже, хватит там бубнить. Вначале еще показали его по экрану, да? Типа, мы не знаем, что это он. Поехали. Раз. Ракеты. Это два. Ха-ха-ха, да? Понятно. Еще и броню на себя повесил. Постепеночка. Плюс замедлялочка, надеюсь. Хм. Не было никакой замедлялочки. Да, хорошего педривца ты че, парень. На тебе. И укус. Все, ребят. На пониженной-то броне очень хорошо играть. Все, шваркнули мы с тобой в серию. Испытаний прошли. Более чем успешно. Так, ну что, пошли делать остальные задания. А именно в поединке. Так, нам нужно сегодня завершить с пауксом. И мы, в принципе, завершим. Три вот этих вот ящика нужно найти. Я раз. Ящик два. И три. Все, ребят. Три ящика. Прокачиваем ему. Опачки. До шестой ступени. Кружащийся паук. Все. Так. Майки. Где ты у меня? У нас хватит на тебя? Да. Как раз, ребята. Ну что же. А вот и Майки получил сотый уровень. Это прекрасно. Кого же мы хотели дальше-то прокачивать с тобой? Ты мне напомнишь? Я что-то подзабыл. Может быть, Ванюшку? М? Или кого? А, паукса, кстати, нужно тоже, ребята, прокачивать по уровню, наверное, да? Или кого мы хотели? Я уже что-то не забыл. Напиши мне в комментариях, если ты помнишь, кого я хотел прокачивать до сотого уровня дальше. Если ты очень внимательно смотрел мои видосики. Так, здесь забираем. Подожди, что там? А. Так, кого мы следующего уберем на прокачку? Вопрос интересный, да? Донни прокачан. Тигринный коготь прокачан. Да я даже не помню. Ну давай, пульвериза. Я им так пользуюсь. Ну ладно, фиксим. Давай глянем. Давай, наверное, его и будем прокачивать потихонечку. Да? Нет, 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 нет. Вспомни, я кого хотел прокачивать. Крысиного короля. Вот. Вот, 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 его. Поехали, друзья мои. Шесть силовых ячейк крэнга. Шесть силовых ячейк крэнга. Что-то нам не выпадают эти ячейки силовые. Так, одна. Нужно шесть. М-да. Вообще плохо дело идет. Это вторая. Третья. Так, три ячейки есть. И все, да? Больше. Так, четвертая. Пятая и последняя. Будьте добры. М-да. До последней не хватило нам пиццы. Ну, ладно, забираем с тобой награды. Все, ребят. Все, что могли, мы сегодня с тобой сделали. Успели. Так, вот тут надо все разменять. Чтобы они на первых местах у нас не тусовались. Фух. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.